Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили Чифтейна МК6 и плюс еще дали возможность получить его в контейнере. И последнее предложение я в принципе не понял вообще полностью, ну прям в край не понял. Итак, ребят, вы можете приобрести себе Чифтейна в двух вариантах. Первый, можете взять себе абсолютно голую машину за 17 тысяч, просто машина и слот в ангаре. Где ты тут прячешься? Вот ты где. 17,5 просто машина, просто слот в ангаре, дальше одеваете каму, какой вам там нравится и катаетесь себе на премиумной десятке. А это, кстати, ребят, единственная премиумная десятка тяжелый танк на своем уровне. Все остальные машины являются коллекционными. Что касается предложения за 20 тысяч на 2,5 тысячи дороже, но здесь вы получаете себе легендарный камуфляж, который действительно подходит данной машине по своему стилю и действительно украшает внешний вид. Вы получаете анимированный аватар, но это на любителя. Икс-5 в количестве целых 25 сертификатов существенно поднимет ваши копилки. Единственное, что не поможет вам прокачивать какие-то проходные ветки. Что касается вот этого приказа, то в случае, если вы за 10 дней уложитесь и каждый день будете делать по 5 побед на чифтейне, вы получите в итоге 5 мистических контейнеров. Короче говоря, математика в принципе достойная, в принципе нормальная. Сказать, что это прям совсем невыгодный набор я не могу. Ну просто потому что 2,5 тысячи разница, но здесь есть дополнительные плюшки. В частности, вы сэкономите достаточное количество серебра и не будете за собственную серебряную копилку открывать себе всю оборудку на 10 левеле, которая на 10 уровне, ну действительно серебра стоит, что уж там греха таить. Что касается предложения, которого я не понял, так это зачем разработчики, выставляя на продажу чифтейна за 20 тысяч голды и за 17,5 голую машину, выставляют предложение купить себе контейнер, из которого вы с вероятностью в 25% можете получить голого чифтейна или получить с вероятностью 75% целых аж 8,5 тысяч голды. Ну я, честно говоря, это предложение не совсем понимаю, потому что за 23 доллара, ну в любом случае, вы можете купить себе там, не знаю, около 18 тысяч золота, вот просто взять и купить по каким-то там предложениям, по каким-то акциям, ну вот, допустим, там 17 косарей, те же самые 23, так ты купишь себе там, блин, даже по вот этому предложению, 500 голды дамажишь и возьмешь себе голого чифтейна, а деньги получаются те же самые, но только там вероятность 25%, а здесь ты 100% покупаешь машину. Логику я, честно говоря, не понял. Ну ладно, математика, наверное, не наши заботы, наши заботы понять, стоит ли в принципе покупать себе чифтейна, ну а каким образом это уже решать вам. Что машина собой представляет? Машина собой представляет довольно неплохой аппарат на 10 уровне, который вполне играбельный, я не могу сказать, что это идеал, но и туфтой назвать его тоже не могу. Машина обладает довольно интересным орудием, которое позволяет стрелять вам через, грубо говоря, каждые 7,5 секунд, накидывая по 400 единиц урона. 260 уровень пробития, конечно, немножечко порой не хватает против десяток некоторых, но все-таки есть подкалиберные, которые существенно увеличивают уровень пробития, и при этом не существенно вы теряете по своей альфе. Угол склонения вниз минус 10 обсудим сейчас чуть-чуть позже. Что касается точности орудия, точность орудия на достойном уровне, время сведения всего 3 секунды, ну и разброс меньше 0,3, просто божественный. Орудие действительно обладает хорошей британской точностью. При этом всем ДПМ у вас целых 3126, но это с учетом установленного оборудования и соответствующей амуниции. Поэтому, ребят, сказать о том, что эта машина прям совсем унылая, нет, не могу. Что касается углов склонения и брони данной машины, то броня выглядит вот таким вот образом. Многие говорят по поводу того, что это просто супер по броне машина и бодро отыгрывается от башни. И здесь я спорить не буду. Действительно, порой от башни отыгрывается очень классно. Угол склонения вниз орудия вот такой вот. Ну и понятное дело, что если вы отыгрываете от неровностей грамотно, так чтобы прятать свой картонный нижний бронелист, то здесь у вас будет огромное количество рикошетов. Пробить вас будет действительно сложно, выцелить серые зоны практически нереально. Да, есть вот эта вот ком-башня, которая действительно является, прямо скажем, не сильно удобным местом на танке для вас, ну а для ваших соперников очень даже приемлемая нормальная. Но все-таки она не настолько высокая. Хотя, кто знает, то бьют просто через вот этот вот смотровой лючок, да, или что это такое. Короче говоря, через вот эту вот стекляшку фигачат вот сюда вот. И, в принципе, слава богу. А так, в бою, когда ты смотришь на него, то вот эта зона, она немножко все-таки скрывается. Хотя, если ты понимаешь, против кого ты воюешь, то понятное дело, что ты будешь и знать, куда его пробивать. Так вот, ребят, возвращаясь к броне нашей машины, хочется отметить, что броня у машины есть, пускай не везде, но ею она обладает. От борта отыгрывать, в принципе, можно. Ты можешь ромбовать. Единственное, что доворачивай башню, потому что если ты довернул башню в обратную сторону, то будет залетать вот сюда вот. Особенно, если довернул не совсем правильно. Вот так. Ну, соответственно, будут закидывать. Плюс к тому, есть у нас затылок, который довольно небольшой, поэтому, как только вы поворачиваете башню в сторону, понятное дело, что здесь вас пробьют. Хотя форма башни, она действительно классная в отношении углов склонения брони. Ну и, соответственно, в принципе, от нее можно довольно качественно и хорошо отыгрывать. Что касается конкурентов. Прямыми конкурентами на уровне я лично считаю Т95Е6, вот этого вот красавца, и Супер Конкуайр. Если снять Супер Конкуайра маски, то выглядит он вот таким вот образом. И мне, честно говоря, Супер Конь по отыгрыванию от башни нравится гораздо больше. Брони в башне гораздо больше и форма башни такая, что рикошеты, я бы сказал, более частые, чем от Чифтейна МК6. По крайней мере, на моем примере. Но здесь, здесь другая проблема. Это нижний бронелист, который немножко похуже будет, чем у МК6. Что касается Т95Е6, то здесь надо прям совсем привыкать к броне. Хотя, ребят, машина очень часто получает непробитие. Именно поэтому три этих машины очень похожи по стилю игры на них. Если сравнивать машину с другими конкурентами на уровне, а я сюда выбрал все коллекционки 10-го левела среди тяжей, то обратите внимание, что прямыми, непосредственно не только конкурентом, но и практически братом-близнецом по орудию является как раз Т95Е6. Здесь та же самая цифра по ДПМу, альфа, выстрелы в минуту, перезарядка, калибр. Все это совпадает. Скорость полета снаряда в пользу Чифтейна МК6. Это ощутимо в бою, просто поверьте на слово, потому что я катаю на всех вот этих трех машинах. И что касается, ребят, пробития, то здесь типа Т95Е6 проседает, но всего лишь на две единицы. И поверьте мне, в бою это вообще не ощущается. На пробой врагов не влияет абсолютно. Сведение в пользу МК6. И что касается доходности, то здесь в пользу уже Т95Е6 150% против 140. Но все-таки кто хочет фармить, тот это делает на восьмых левелах. Там не самый лучший коэффициент фарма. Ну и, соответственно, там зарабатывает себе серебро. Десятый же левел, это все-таки больше про удовольствие от игры, про фан, а не про то, чтобы зарабатывать себе серебрянь. Что касается подвижности машины и ее скорости, то Суперконь отстает существенно от Чифтейна МК6. И в бою вы это действительно будете ощущать. Ну а Т95Е6 является более бодрой машиной, и это тоже ощутимо. Поэтому МК6 это что-то среднее по подвижности между Суперконем и Т95Е6. Что касается других машин на данном уровне, то стоит обратить внимание, что по ДПМу его превосходит только СТРВК. И тут действительно в пользу данной машины, но стоит обратить внимание, что это связано не с уровнем, я бы сказал, Альфы, потому что Альфа у СТРВК проседает, а с количеством выстрелов в минуту, потому что время перезарядки на целых полторы секунды быстрее. И здесь действительно СТРВК на уровне является абсолютным лидером среди тяжелых танков, коллекционных и премиумных машин. Ну а что касается процента побед, то процент побед не самый лучший у Чифтейна МК6 на левеле. Тот же самый Суперконь имеет на 2% больше, и на 3, почти 4% больше имеет Т95Е6. Поэтому среди трех конкурентов, самым проседающим по количеству побед является как раз Чифтейн МК6. А вот что касается количества игроков, которые играют на данных машинах, то опять-таки обратите внимание, что одинаковое количество играет как Суперконя, так и Чифтейна. А вот на Т95Е6 отыгрывает меньшее количество игроков. Но все-таки Т95Е6 реже выпадает на продажу. И поэтому, скорее всего, количество игроков, которые обладают данной машиной, существенно меньше, чем у Чифтейна, либо у Суперконя. Ну что, ребят, мы обсудили машину. Я думаю, что нам ничего другого не остается, кроме как выкатить ее из ангара, посмотреть, на что машина способна. Я заеду в рандомный бой, убедился в том, чтобы не попасть в режим. Ну и, соответственно, попытаемся сейчас на машине поиграть. Самое главное на данной машине, это прятать нижний бронелист и пытаться отыгрывать ромбом, когда прячешься за какими-то укрытиями. В целом же машина крайне комфортная, крайне интересная. Не могу сказать, что он является любимцем на уровне. Я как-то больше предпочитаю все-таки Суперконя отыгрывать. Во-первых, у него башня более играбельная, по крайней мере, в моих руках. Ну а во-вторых, я просто про Суперконя мечтал несколько лет и смог себе позволить купить его буквально недавно. И, наверное, это, знаете, как такая игрушка-мечта, о которой ребенок долго мечтал. Я себя ребенком не считаю, но, наверное, все мы где-то в душе немножко дети, раз играем в танки. Ну что, поехали, попытаемся что-то сделать. Подвижность у машины, несмотря на то, что она что-то среднее, как я уже сказал, между Суперконем и Т-95, все-таки играется вполне комфортно, вполне нормально. Ты нормально передвигаешься по карте, довольно бодро. На данной машине довольно часто у меня получается перекинуться на другое направление, вовремя куда-то подъехать, поддержать огнем. Короче говоря, по подвижности машина очень классная и очень уверенная. Так, точность орудия. Сейчас попробуем заценить. Ну, практически, практически попал. Не буду говорить, что прям белки в глаз, но в целом машина, поверьте, бьет вполне точно. У меня нареканий каких-то там особых к точности орудия никогда не было по данной тачке. Так, попробуем себе его подсветить. Есть он? Нет? Уехал уже. Ладно. Наши ребята стоят, в прорыв я сам не поеду однозначно. Ну, вот 400 единиц альфы ушел на перезарядку, и уже, ребят, практически перезарядился. А вот работа брони. Если вы не подставляете нижний бронелист, и ваш нижний бронелист не виден для ваших соперников, то, соответственно, вас будет пробить на средних и дальних расстояниях очень сложно. На ближних расстояниях, понятное дело, что пробивать будут, будут выцеливать серые зоны. Но у нас такие танки все, и говорить о том, что это конкретно проблема данной машины, ну, я бы не осмелился, потому что это будет абсолютно несправедливо. Чем мне нравятся три этих машины, которые я сравнивал, так это тем, что они очень бодро отыгрываются от времени перезарядки. КД действительно на данных машинах существенно решает, и за, в принципе, небольшое количество времени, проведенное в бою, вы действительно можете нормально и добротно набросать урона. Так, надо сваливать. Зря я это сделал, догадывался по поводу того, что ФОЧ будет там. Ай-яй-яй-яй-яй, мне бы как-то спрятаться. Да, боюсь, не успею. Очень хорошо, меня еще и кританули. Ну, все, в принципе, ФОЧ приехал, я думаю, что надолго меня не хватит. Попытаюсь, конечно, что-то сделать, но навряд ли. Итак, пробивают нижний бронелист, как я и говорил, пробивают верхний бронелист, но в определенных проекциях, как пробили вот здесь вот в середине верхнего бронелиста, я не совсем понимаю, где я так находился, что смогли забросить сюда. Здесь дело в том, что приведенка очень классная, и по большому счету крайне редко пробивают вот в такие вот зоны. Но, как я и говорил, машина не ультимативная, как и все в нашей игре, поэтому рассчитывать на то, что вас вообще никто не вынесет, не стоит. Но обратите внимание на результат по бою. Я больше чем уверен, что я сейчас вошел в топ-3 по урону, а возможно занял первое место. Пока еще уверенности нет, но такое ощущение немножко блуждает, потому что я действительно достаточное количество раз успел выстрелить даже за этот бой. 2370 единиц урона, хотя данный малыш может существенно больше. При этом я сделал два фрага, я стрелял практически каждый раз, как перезаряжался. Были моменты, когда не стрелял, потому что не был уверен, но в целом, ребят, первое место в команде по урону. И мне кажется, что это поражение было связано абсолютно не с Чифтейном. Чифтейн хорошая машина, и меня крайне сильно удивляет, что в последнее время разработчики, я бы сказал, за последнюю неделю, выложили на продажу достаточное количество хороших, годных и играбельных машин. И меня это очень сильно удивляет. Есть у меня такое предположение, что возможно это связано с тем, что в ближайшее время должно появиться что-то такое, на что игроки по предпосылкам всем должны будут тратить большое количество голды. И скорее всего, выставление на продажу вот таких вот годных машин вне каких-то там праздничных дней, вне каких-то акций там и всего остального связано с тем, что разработчикам необходимо максимально опустошить копилки игроков для того, чтобы у игроков с появлением какого-то нового суперского предложения появилась необходимость и дикое несдержимое желание задонатить в игру. Это мое предположение. Напишите вы свои предположения, почему в последнее время выставляется на продажу огромное количество годных, веселых, играбельных машин по вполне себе нормальным, адекватным ценникам. Ну вот, допустим, для тех, кто не понимает, предложение за 5,5 за льва. Action X, которая является классной машиной, по нормальному, адекватному ценнику, был в очередной раз выставлен на продажу. Сразу после него выставили на продажу К-91. После этого появилась Акула на продаже. В наборе за 17,5 можно взять вместе с Т-77. Но Т-77 на сегодняшний день меня пока очень сильно расстраивает своей играбельностью. И я, честно говоря, не сильно доволен, что я за десятку его приобрел. Может, я и привыкну, конечно, к этой машине, но пока особого кайфа я не ощущаю. К-91 ждет, пока 60 Т-пой уйдет на перезарядку. Дикое желание у парня явно было с барабана забрать, но у него это не вышло. Так, ну что? Ну, пусть они со сбитым и поремкаться успеем, это не есть проблема. Вот то, что меня сейчас немножко накидали, мне немножко неприятно. Хотя в целом не так уж и много с меня сейчас ХП забрали. Давай, выезжай. Нет? Ладно, окей. Счет равный. Единственное, что меня радует, что у соперников на два тяжа меньше. И у наших тяжей довольно-таки хороший запас по ХП еще остается. Точность орудия просто обалденная. Вот серьезно, я играю с одинаковым кайфом в отношении точности орудия на всех трех машинах. Ну, реально, балдеж. Ты вот практически каждый раз, когда ты стреляешь, ты попадаешь туда, куда ты целишься. И это действительно очень классно. Давай, покажи башню. Ай! Ай-яй-яй, блин, что же я раньше это выстрелил, чем надо? Ну, я косанул, ребят. Я косанул. Здесь не буду ничего говорить. Что там рассказывать, если действительно я олень? Нет, так оно не работает. Ну, давай. Да ну, блин! Ладно. Не буду дальше играться в эту игру. Разворачиваемся, сваливаем аккуратненько. Попытаюсь с этой стороны как-то подобраться. Вот она, башня рикошетная, показала себя. Так, ладно. Не хочу больше, блин, заниматься вот этой вот дуростью. Поехали. Ремкаемся. Тут даже адреналин не понадобится мне. Все-таки время перезарядки на моей стороне. М-60-го добрали, который мне нерв делал. Ну что, поехали. Попытаемся помочь нашему товарищу. Держись, брат. Сейчас мы его разбирать будем. Хотя у этого заранкса 3 фрага на счету. И что-то мне подсказывает, что у парня руки не совсем из задницы. Так, хорошо. Отстреливает парень барабан. Это значит, что сейчас будет уходить на КД. И в принципе, это мой шанс добрать этого братка, пока они оба на перезарядке находятся. Вот она, подвижность в действии, которая действительно очень часто решает и помогает. МКшка действительно очень бодрая по передвижению по карте. Именно это позволило догнать товарища и, в принципе, отправить его в ангар. Давайте будем смотреть результаты боя и подводить итоги в отношении тех предложений, которые есть в магазине. 2800. Тоже, кстати, не является запредельной какой-то цифрой. И подтверждением тому факту является знак классности второй степени. Что касается фарма. 55 тысяч. Все-таки машина не про фарм. Машина про удовольствие от игры. И поверьте, вы будете его получать. Что касается результативности по команде, то я занимаю второе место и с существенным отрывом ТВП, которого я обязательно лайкну, потому что парень, ну или девчонка, безусловный молодец. Что касается противников, несмотря на то, что М60 меня выбешивал весь бой, я поставлю ему лайкос, потому что он занял первое место в своей команде. Несмотря на то, что команда проиграла, они действительно очень хорошо сражались. Итак, МК-6. Машина, машина классная, машина хорошая. Сказать, что это прям must-have, нет. Если у вас есть Super Conquire, допустим, либо у вас есть Т95Е6, то вам стоит очень сильно задуматься над тем, а стоит ли покупать себе машину, которая по геймплею очень сильно на них схожа. Она все-таки что-то среднее между ними двумя, но очень во многом похожа. И, скорее всего, ничего нового, если вы являетесь обладателем одной из тех двух машин, не принесет ваше ощущение себя в бою. Я бы так это называл. Покупать контейнер за 23 бакса не вижу абсолютно никакого смысла, тогда, когда за 17,5 вы можете просто взять и купить себе ту же самую голую машину. Поэтому в отношении контейнера здесь все ясно. А вот покупать за 17,5 или покупать за 20 все зависит от вашей золотой копилки. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, все зависит от вашего везения и уровня фарта в отношении контейнеров. Потому что, допустим, в моем случае я не вижу в этом предложении никакого смысла конкретно в разрезе контейнеров, так как мне из платных контейнеров за 8 лет выпала всего одна машина на все мои аккаунты. Ну, соответственно, для меня контейнеры – это зло, на которое я не готов тратить 2500 золота, ну и, соответственно, играться с судьбой. И я лучше за 2500 золота куплю какую-нибудь машину, которую по акции выставят на продажу. И у меня будет конкретная машина стоять на конкретном месте в моем ангаре. Ну, а на данный момент у меня все. Это было абсолютно честное мнение, абсолютно честный обзор на Чифтейн МК-6. И если вы за честность подписываетесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я отблагодарю все новыми и новыми видосиками вас. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.